Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Рефлекторы Ньютона обычно являются одними из наиболее популярных и часто покупаемых телескопов. И действительно, в их успехе секретов мало. За небольшие деньги мы получаем хорошее качество изображения и большую апертуру, соответственно и большие возможности. Казалось бы, что еще нужно? Довольно значительной проблемой всех ньютонов, особенно крупных, всегда являлись габариты трубы. В наше время, когда жить приходится в совершенно новом динамичном темпе, зачастую просто хочется быстренько поставить телескоп на балконе, чтобы понаблюдать. В такой ситуации огромную роль играет портативность и компактность телескопа. Да, и действительно, 70-мм рефрактор очень портативен. Что еще нужно? Но если хочется большего, какой же телескоп выбрать, когда хочется располагать апертурой как минимум 150 мм, но в то же время не платить много денег за компактную зеркально-линзовую схему, вот именно здесь и оказываются интересными модели типа Bresser Pollux, которая и станет героем наших сегодняшних тестов. Телескоп поставляется в довольно увесистом, но при этом относительно небольшом коробке, на первый взгляд даже не верится, что это действительно 150-мм рефлектор. В обычном сером ящике традиционно находится красивая подарочная упаковка. Сняв цветную крышку, мы становимся на шаг ближе к моменту знакомства с новеньким инструментом, увидев уже небольшие коробки, по которым разложены все детали. В отдельном конверте уложена документация к телескопу и компакт-диск с программным обеспечением. На диске записана популярная программа планетарий Stellarium, которая конечно поможет начинающему любителям астрономии совершить первые шаги в знакомстве с миром звездного неба. Алюминиевый профиль, из которого изготовлена тренога, прикручивается к литому основанию монтировки. Устанавливается полочка-распорка для аксессуаров и на этом, в принципе, штатив почти собран. Полностью собрав монтировку, переходим к установке трубы телескопа. Кольца трубы имеют стандартную установочную планку типа ласточкин хвост. Благодаря этому установка трубы на головку монтировки занимает считанные секунды. Закрепив трубу на монтировке, устанавливаем искатель и один из окуляров, после чего следует провести балансировку телескопа. В собранном виде телескоп имеет красивый и очень нарядный вид. Помимо своего прямого предназначения телескоп сможет также послужить прекрасным украшением интерьера. Перейдем к детальному рассмотрению механики и оптики телескопа. Начнем, пожалуй, с монтировки. Монтировки Брессер, как правило, являлись всегда очень неплохими по качеству механики. Голова монтировки производит более благоприятное впечатление. По обеим осям установлены механизмы тонких движений на основе червячных пар, которые обеспечивают большой диапазон ведения и плавность регулировок. Имеются также и координатные круги. Быть может особенно усердным любителям астрономии они могут пригодиться. Труба телескопа имеет привычное для аналогичных моделей исполнение. Металлические оправы зеркал с возможностью истировки, сама же труба свернута из листа металла. Фокусер телескопа имеет посадочный размер 1,25 дюйма и выполнен в пареечной конструкции. Механика фокусера изготовлена из пластика, хотя и особых нареканий примененный материал не вызывает, ведь работает все достаточно точно и плавно. Искатель, который крепится со стойкой на трубу на паре винтов, также изготовлен из пластика, к сожалению имеет невысокое качество изготовления. Механика изготовленная из пластмассы сама по себе не так страшна, но оптика, установленная внутри, также имеет самое бюджетное исполнение и напоминает искатели, установленные на детских телескопах. Оптическая труба телескопа, как можно догадаться из внешнего вида, имеет не вполне классическую конструкцию Ньютона. Короткая, похожая на бочонок труба, скрывает внутри модификацию системы Ньютона с линзовым корректором фокуса, то есть вместо того, чтобы использовать параболическое зеркало и добиться с ним разумной светосилы около 1 к 5, производитель пошел по пути удешевления производства. В телескопе используется простое сферическое зеркало большой светосилы. В окулярном узле установлен корректор, который работает по принципу линзы Барлоу и увеличивает эквивалентный фокус системы. Вот именно этот линзовый блок в теории должен скомпенсировать сильные сферические аберрации главного зеркала. Что ж, по-видимому он лишь увеличивает фокус до 1400 мм, ведь при дальнейших тестах изображение проявило сильную сферическую аберрацию и астигматизм. Что касается комплектных аксессуаров, они имеют стандартное бюджетное исполнение. Пара недорогих окуляров, механика, которая выполнена из пластика, но баррель все-таки металлический. Линзы имеют такое же бюджетное просветление. Линза Барлоу, которая идет в комплекте, имеет также очень дешевый пластиковый корпус и непросветленную оптику. Качество ее изображения невысокое. 150 мм для телескопа начального уровня это довольно много и спору нет. Polux обеспечивает яркое и достаточно детальное изображение, но, увы, заметные аберрации оптики сильно ухудшают качество изображения, особенно при дневных наблюдениях. Наблюдая, например, Луну, половина поля зрения не особенно испорчена искажениями, но к краю поля зрения качество падает. При наблюдении планет проблем особых нет, ведь объекты эти довольно компактные и наблюдаются в центре поля зрения. Сатурн покажет свои знаменитые кольца и спутники. Юпитер, который обладает очень благоприятными условиями видимости в этом году, радует экваториальными поясами и иногда даже заметными вихрями и фестонами. Весьма интересно, располагая таким диаметром объектива, телескоп хорошо себя проявит за городом при наблюдениях диффузных туманностей, звездных скоплений и наиболее ярких галактик. В заключение можно подытожить, что телескоп Bresser Pollux 150-1400 станет хорошим приобретением для человека, который нуждается в довольно мощном, но при этом относительно легком и компактном инструменте. Инструмент позволит вполне результативно наблюдать объекты Deep Sky, доступные 150-мм апертуре, а также проводить наблюдения Луны и планет. Наблюдателю, который ценой незначительного увеличения габаритов и веса хотел бы получить превосходное качество изображения, по полю зрения все-таки стоит предпочесть аналогичный телескоп без корректора с обычным параболическим зеркалом, но и обойдется такая модель однозначно дороже. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!